Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Водный штурм Цахал начал затопление туннелей в секторе Газа. Испортил праздник. В Польше возбудили дело против депутата, погасившего Ханукию. Победа света над тьмой. Как прошел традиционный ханукальный прием посольства государства Израиль. Цахал продолжает боевые действия на севере и юге сектора Газа, а также наносит удары по позициям Хизбаллы в Ливане и Сирии. За минувшие сутки были уничтожены 250 объектов террора, а также боевики, направлявшиеся к местам запуска ракет. Израиль проинформировал США о начале ограниченного затопления некоторых туннелей Хамаса морской водой. Отмечается, что на этом этапе проверяется, насколько эффективен данный шаг. Затапливаются только подземные коммуникации, где, по мнению израильтян, не удерживаются заложники. На Манхэттене установили самую большую ханукию в мире. В зажжении праздничных свечей приняла участие губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоколл, поддержавшая евреев и Израиль. Церемония на Пятой Авеню стала частью не только еврейской жизни, но и неотъемлемым событием американской культуры. На протяжении 50 лет оно транслируется в прямом эфире в ведущих средствах массовой информации. Тем временем ФБР предупредила о возросшей угрозе насилия в Соединенных Штатах в период зимних праздников на фоне обострения Палестино-Израильского конфликта. Власти страны рекомендовали сохранять бдительность и сообщать о любых угрозах и подозрительной деятельности правоохранительные органы. Польская прокуратура возбудила дело в отношении депутата националистической партии Джек Джебрауна. Напомню, что накануне на праздновании Хануки в Сейме он взял огнетушитель и погасил свечи, назвав церемонию зажения Хануки сатанинской. Спикер парламента удалил депутата из зала. Ранее Браун был отстранен от участия в заседаниях Сейма до конца текущей сессии, а также оштрафован на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишен депутатского пособия на шесть месяцев. Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху должен изменить состав своего правительства, чтобы найти долгосрочное решение Палестино-Израильского конфликта. Он объяснил это тем, что Иерусалим начал стремительно терять поддержку из-за, цитата, «неизбирательных бомбардировок». В то же время Нетаньяху сообщил, что не согласен с позицией Байдена по поводу будущего сектора газа после окончания боевых действий. Он отметил, что палестинская автономия не будет управлять Анклавом, так как ее руководство является сторонником группировки Хамас. Министр обороны Израиля Йо Галланд подписал указ о повышении возрастного порога освобождения от резервистской службы. Для рядовых с 40 до 41 года, для офицеров с 45 до 46 лет, а для резервистов избранного перечной специальности с 50 до 51 года. Инициатива военного ведомства должна быть одобрена КНЕСЭТом. Таким образом, согласно предположению, возраст освобождения от службы в запасе на практике будет увеличен лишь на срок в один год, чтобы не допустить увольнения военнослужащих запасов в разгар военной кампании. Традиционный ханукальный прием посольства государства Израиль объединил гостей, дипломатов из разных стран, а также представителей еврейской общины. В знак радости и сил они зажгли пятую свечу. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Традиционная ханука – это веселый праздник света, надежды и радости. Но впервые за многие годы для Израиля это самая грустная ханука. Посольства государства Израиль в Москве зажгли очередную свечу как символ надежды и возрождения, а также в память о заложниках, находящихся в секторе газа. Мы действительно хотим немножко изменить зажжение этих свечей и настроение, но с другой стороны не забывать тех, кто, во-первых, пали смертью храбрых, и тех, которые похищены и находятся до сих пор в руках Хамаса. И кроме того, для этого ханука это и есть. Это победа малых против многих. И это то, что мы делаем. И я уверен, что победа будет за нами. А для меня это, конечно, уже немножко тоже и прощальный вечер, так как я скоро заканчиваю свою дипломатическую миссию. Несмотря на то, что все действительно сейчас очень трагично у нас, и мы видим, что происходит в Газии и в Израиле, мы все-таки надеемся на то, что все будет будущее, у нас будет хорошее. И поэтому, несмотря на весь этот траур, все-таки есть к чему стремиться. И так же, как наши предки побороли зло и добро победило, мы надеемся, что добро восторжествует и правда будет на стороне Израиля. В этом году традиционный ханукальный прием, организованный посольством Государства Израиля в Москве, прошел под лозунгом «От тьмы к свету». На мероприятии прозвучали молитвы за погибших, благополучие солдат армии, обороны Израиля и за скорейшее возвращение пленников домой. Известные артисты исполнили композиции. Коснулось солнце стены Иерусалима и осветило всеми его ворота. Страна Израиль манит пилигримов, ведь где-то рядом с нами Бог живет. Мы долго думали делать концерт, делать мероприятие или нет. Потом решили, конечно, делать, но и кроме мероприятия, кроме самого концерта, есть выставка, которая выставка израильского фотографа Зиба Карена, которая с наглядностью показывает то, что произошло. Но лучше, чем на этих фотографиях, показать это нельзя. И весь концерт, весь концерт, как бы он идет под ракурсом сегодняшних событий. Да, мы празднуем Хануку, но мы не забываем, что сейчас происходит в Израиле. В холле «Градский холл» гостям были представлены работы известного израильского фотографа Зиба Карена. Десятки снимков задокументировали ужасы войны и страдания израильтян. Каждый снимок по-своему передает хрупкость и силу народа. Зиб Карен – это один из известных израильских фотографов. И он первый, кто был допущен на те территории, которые были атакованы террористами Хамаса. Он запечатлел именно то, что было видно, показано в первые часы после того, как все это завершилось. То есть разруха, разрушенные дома, игрушки, которые были разбросаны везде. И это очень хорошо отображает именно ту атмосферу, которая там была. Израиль никогда, просто никогда не занимался таким, знаете, политическим маркетингом. Неинтересно, не доходили руки и так далее. За годы существования Израиля сложилась абсолютно странная атмосфера по отношению к нашей стране, что наши враги завоевали площадку, на которую мы даже не хотели идти. И это очень плохо. И вот сегодня, наконец, кому-то пришло в голову сказать, ну, послушайте, давайте людям попытаемся доказать, что мы тоже страдаем и что у нас тоже дети и так далее. И вот эта выставка, которая должна была быть, не знаю, по всей Москве на самом деле, да, это такое маленькое начало. Израильский дипломат, поэт и автор песен Владимир Шкляр посвятил песню погибшей 12-летней девочке. На ханукальном приеме ее исполнила юная талантливая певица Анита Юсфин. Ноя верила в чудеса, Их так мало на белом свете, Они где-то живут в небесах, А во что еще верят дети? Ноя было 13 лет, И ее обожали подружки, И у Ноя был свой секрет, Книга, спрятанная под подушкой. Это достаточно, еще раз повторюсь, да, тяжелая песня, но проникнуться в нее было достаточно долго, потому что, конечно, чувства, которые она вызывает, тоже очень достаточно глубокие. Когда Анита ее прослушала, другая девочка пела, она плакала, было такое. Но Анита собралась, она прочувствовала эту песню, у нас все получилось. А вот Владимиру Шкляру мы хотим потом подарить такую книгу. Книга не только той девочке, которая погибла 7 октября, это и любимая книга моей дочери, поэтому мы решили ее подарить тому, кто написал эту песню. Выступления артистов вдохновили каждого присутствующего. Мелодии и звуки наполнили воздух теплотой и надеждой, создавая атмосферу особого настроения. Сегодня совершенно особенный день. Мы все ждем ханукального чуда. Хочется уже от тьмы перейти к свету, и поэтому, конечно, репертуар я составляла с особенным трепетом. Сегодняшний концерт, он, конечно, посвящен еще и событиям, которые произошли 7 октября. И это такое большое действие, которое мы придумали. Со сценарием, с режиссурой, с участием артистов. Очень хотелось поддержать нашу страну. Очень хотелось быть вместе. Исход семитов не всегда летальный, и в этом оптимизм наш ханукальный. Может быть, даже банально говорить о великом оптимизме еврейского народа, который проявляется в таких испытаниях, хотя подобного не было. Но я думаю, что посольство и еврейская общественность Москвы нашли, мне кажется, правильный формат. Не плачь обо мне, я не стану прощаться. Так просто соврать, сказать, что вернусь. Но что-то во мне не велит возвращаться. И я не вернусь, прости, забудь. Главное, что есть сохранить память на всю оставшуюся жизнь. И дай Бог, чтобы родные и близкие тоже так делали. И ханука нам в этом помогает, конечно. Да, ханука замечательный праздник. Он очень нежный, очень веселый, очень свободный. Светлый. Самое главное, светлый. Каждая зажженная ханукальная свеча становится символом надежды и возрождения. Праздник хануки принес в жизнь каждого новую волну радости и света. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Инстаграмме, Вконтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают «Первый еврейский». Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.